Царь небесный, вот я житель дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизнеподатель, Приди вселись в нас и очисти нас от всякой скверны, и спальни благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия по слову Твоему, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла, Сохрани нас в любви, согласии, единомыслия друг с другом. Тебе же славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Так, Сергей Егорович Игнатов, меня слышишь? Да, слышу, отец. Я вам написал там, что как надо делать. Вот здесь вот как выставляют, посмотри, по одному. Только так, не по-другому. Я взять не могу ничего. Вот на этой странице, где изучение Библии идет, так все сделайте. Ну, к Вячеславу, к Сергею Павловичу обратитесь. Отошел. Хорошо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я еще не могу. Видно, слышно? Да. Дубунова, подключи Ислав. Хорошо. Слав, подключишь, Дубунова? Иткачева. Что-то у меня не видно никого, ничего. Я даже сама себя не вижу. Что случилось? Что другое здесь, тем не у меня. Сейчас увидите. Потерпите маленько. Сейчас. С миром. С миром. Все, собрались. Слава Богу. Сегодня 15 декабря 2019 год. Послание к римлянам святого апостола Павла. Восьмая глава, девятнадцатый стих. Так, еще. Григорий Калов. 19 декабря. Восьмая глава, девятнадцатый стих. Восьмая глава, девятнадцатый стих. Послание к римлянам, восьмая глава, девятнадцатый стих. И вот, варь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих. Толкование. Желаю показать, какую получим мы славу, говорит, что и сама тварь переменится к лучшему. И тем паче мы и придем в лучшее состояние. Сказанное имеет такой смысл. Пророки говорят так. У них реки рукоплещут, холмы скачут, животные и чувственные предметы имеют лица. Так делает и апостол, когда говорит, что тварь имеет надежду, то есть большое ожидание, что и она переменится к лучшему и ожидает откровения славы нас, сынов Божиих. Тогда и она прославлена будет нетлением, когда и мы улучим бессмертие. Поэтому, когда слышишь речь о тваре, как об одушевленной, полагай, что так говорится по обычаю олицетворения. Так, ну, тут немножко непонятное толкование. То есть, ну, вот, например, собака, да? Она одушевленная или неодушевленная? Одушевленная. Надеется она на жизнь вечную. Если одушевленная, то ее олицетворили, эту собаку. Души-то у нее бессмертной нету, но, как бы, вот, ну, говорится, ну, вот, пример впереди, что реки рукоплещут, но река же не может ладошки хлопать. И холм скакать не может. Ну, так же и собака надеется на жизнь вечную и не может. Просто тут так вот, как бы, написано, что тварь с надеждой ожидает откровения. То есть, это непременно произойдет. И в вечности все животные и твари, то есть, они тоже станут бессмертными. Вот. То, что они там воскреснут, умершие, как и мы воскреснем, то есть, тут утверждать, ну, о чем, как говорится, нет в Библии, о том мы не рассуждаем. О воскресении животных нет в Библии. Вот такой вот намек есть, что тварь ожидает откровения сынов Божиих. Вот. То, что вот душа-то животных, она на суд Божий не предстанет, поэтому говорить о воскресении животных, ну, неуместно и некорректно. То, что она бессловесная, а раз бессловесная она животное, то и отвечать ей за грехи не придется. А то, что они умирают, так умирают из-за того, что человек согрешил. А все, что ему уверено, в том числе и животные, тоже все умирает. И деревья умирают, и растения умирают. Все тленно из-за грехопадения. А когда вернемся в наше райское состояние, будет второе всеобщее воскресение. Тогда и окружающий нас мир будет нетленный. Сережа, тут еще надо сказать, что когда Господь сотворил все, и Адама посадил в саду, как садовника и, ну, как попечителя за животными, он им имя надавал и так далее, Животные относились к нему, как к старшему. Как к Богу, да. Ну, будем так говорить. Как к Господину, да. Как к Господину, да, правильно, как к Господину относились. Поэтому вот такое же состояние должно быть обратное. Ни комар не хочет человека кровь сосать, ни волк не хочет грызть этого бедного ягненка. Там ученые сейчас говорят, что для чего когти даны, зубы, там, орехи грызть, там, или чего. Ну, то есть все было для того, чтобы просто растительную пищу принимали они все животные. А потом дальше, когда человек согрешил, вот это все началось. И вот такое, как бы, такое образное выражение говорится о том, что тварь, как бы, стремится опять к тому же, к чему ее Господь создал. Вот. Ну, как бы, вот, приблизительно. Ну, если дальше будет что-то идти, можно еще добавлять. Да. Ну, давайте почитаем, потом я еще дополню по поводу тварей наших, как дрессировщик уже. Римлянам, 8 глава, 20-21 стих. Потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью в свободу славы детей Божьих. Толкование. В суете, то есть тленью, тварь покорилась, то есть сделалась тленная через тебя, человек. Поскольку ты получил тело смертное и подверженное страданиям, то и земля произрастила тернии и волчцы, и небо, состарившееся, имеет нужду в перемене. Каким же образом тварь сделалась тленной через другого? Вопрос. Потому что она и создана была всецело для человека, который пренебрегал ею и устремлял дух к небесному. Выражение «недобровольно» означает, что все было попечением Божиим, а не могло состоять в воле твари. Слова «в надежде» и прочие, подобные им, почитая сказанным по обычаю олицетворения. Итак, и сама тварь освобождена будет, не ты один, но и гораздо низшая тебя, не имеющая ни души, ни чувства. И это, говорю, будет участвовать с тобой в благах и не будет уже тленным, но сделается соответственным тебе. Когда тело твое стало тленным, то и тварь сделалась тленной. Также, когда тело твое сделается нетленным, то и тварь станет нетленной. Итак, если тварь подверглась страданию для тебя, то и ты должен терпеть страдания для Бога. И если она надеется быть прославленной, то тем более ты надеешься быть прославленным. А отец и отец одевает слуг в хорошее платье для чести сыновей. Так и Бог уберег тварь в честь нашу. Вот такое толкование. Вот брат Дайче заметил, что изначально Бог творил животных, они не были плотоядные. Ну, раз они не умирали, то питались, вернее, травой. Травой. А для чего они питались, если они нетленные были? Им пища для чего нужна была? Вот так Господь сотворил. То есть, все равно, хоть он и нетленный, но он нуждался в пище. И сия будет вам в пищу. Вот глядя. Шестая глава книги бытия. Когда начинался потоп, перед началом потопа. И Господь говорит мною про животных. Возьми там с собой все. Ибо все будут истреблены, у кого есть дыхание в ноздрях. Дыхание жизни. И перечисляет. По паре, значит, чистые. По две пары нечистые. Ну, чистых немного, поэтому там не так много было. И все, всех расположи, говорит. Сделай ковчег там 300 локтей в длину. И так далее. В ширину, в высоту. Там три отделения в высоту. И расположи там вот этих животных. И еду с собой возьми, пищу. То есть, они там еще и питались. Он их кормил. А если брать для плотоядных было бы, тогда надо было там не одну пару брать, чтобы их кормить. То есть, они питались вот именно растительной пищей. Может, кого-то молоком поили. Ну, так. Ну, и вот брат заметил, что животные, они не были злобные тогда, в том состоянии. Вот. И сегодня, когда дрессируешь, например, собаку, вот, и им не свойственно кусать человека, то есть, это искусственно ее нужно натравливать, обучать, там, злить. Вот. Редко, когда встретишь экземпляра, которая прямо вот, ну, ей там приносит удовольствие, там, на господина, на своего, на человека. Вот. То есть, вот, то райское состояние, оно хоть и греховно, и есть злые собаки, я не говорю, и злые животные есть, и кровожадные, и волки едят людей, и собаки, которые едят волков, все это есть. Ну, а к тому, что вот найти собаку, у которой вот такой непокоривость к человеку, очень сложно, как дрессировщику, то есть, которую вообще невозможно, ну, подчинить. Вот. Наверное, еще и веснование есть, вот, бешеные там, лисы там разные, да и собаки тоже, бешенство, вот это, прям так и называют, бешенство. Да, да, да. И жития святых об этом говорят, когда святой сидел и отгонял собак, потом оказались, что это бесы ждут, когда на кого-нибудь напасть. Да, и святые, я не помню имена, к сожалению, то есть, побили собак бешеных вот этих палками, и тем самым убили этих бесов, они там вылили вокруг храма. Вот. Вот таким вот образом даже. Сегодня зоозащитники говорят, что вот, это убийство животного, это грех, а вот святые, вот, но они были бешеные, или бесы вселились в этих собаках, как же, вот, так же, как бесы в свиней, свиними вселились, и Христос их направил в озеро, и там они утонули. И вот эта вот тварь нам апостол Павел, она говорит, стянает и мучается до ныне, и сейчас вот мы будем читать про этих тварей. Римлянам, 8 глава, 22-23 стих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стянает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Толкование. Этими словами побуждает слушателя презирать настоящее. Говорит как бы так. Не будь хуже твари и не прилипляйся к настоящему. Напротив, даже воздыхая, что не обладаешь еще будущей славой. Будущее есть будущеею славой. Если тварь воздыхает, то тем более ты должен поступать так. Так, присовокупляет же, что и мы, сами имея начаток духа, то есть вкусив будущих благ стянаем, потому что не обладаем еще ими, ибо о будущих благах мы составляем понятия по тем дарованиям, которые получили, ибо эти дарования суть начаток. Потом, чтобы эритики не имели повода думать, будто мир есть зло, и будто поэтому мы воздыхаем, говорит, ожидая усыновления. Как так? Мы уже усыновлены. Какое же еще другое усыновление получим? Я отвечаю, говорю не о том усыновлении, которое совершается через крещение, ибо это усыновление мы уже получили, но в совершенной славе, состоящей в внедлении тела. Она-то и есть совершенное искупление, свобода и освобождение от смерти и страданий, когда из состояния усыновления мы не возвратимся уже в рабство греховное. Вот такое вот... ...доставляет мне радость. То, что... ...чем занят, оно удовлетворяет меня, но... ...как это... ...и... ...ляк... ...как это... ...наш... ...вот. Но, однако, не до конца. А вот когда уже... ...получим венец, когда прославимся, когда... ...это... ...нет. Иначе... ...де лохи... ...вор... ...воры бы вы... ...велись, ...если... ...мы нашли некий... ...в том плане, что мы уже... ...получим... ...такие же... ...кто из нас? ...ковый... ...эш... ...в какой... ...церкви? ...сейчас... ...безус... ...большинство не... ...словно и проверим. Что-то мне подсказывает, что они чуть-чуть... ...ну стом... ...шеты, в пример, вот приводят тех же животных. Ну вот. Но мы не можем, как бы, за них думать и отвечать, ...что там вздыхают, они там... ...тоже, скорее бы, там, нам это не тление. ...теплые какие-то... ...веситворения, еще раз повторю. ...повторюсь. Вот. А что касается... ...если ты какого-то... ...вещал сказать, что... ...вот... ...собаки часто кусают людей... ...ну, не верующих в меня. Вот... ...первое дело, что... ...почему у меня работы столько много... ...люди забыли Бога и... ...собаки кусают их, вот... ...потому что они... ...не зная Библии... ...ведут себя... ...собаками, ну, совершенно... ...не как господин с рабом. А... ...ну, хорошо, если на равных. А... ...в ряде случаев, наоборот... ...собака над ними господин. Они приходят, все, он нам сел на шею, пес, и все, и у нас кусает, и нам жизни не дает. Помогите, спасите. Вот... А если бы они знали Библию, и читали, и любили бы ее, и там написано, всякое животное естество укращается и укращено естеством человеческим. То есть, правильно, брат... ...что храм восстанавливал их. Они... ...в рабы, что ли, да, что... ...человек, он для них, он имена нарекал, он засадом ухаживал, то есть он был господином над всем над этим. А люди, неверующие, атеисты, они взяли тельца и стали ему поклоняться. Быку. Ну, золотому, правда, но, однако, животному поклоняется человек. То есть, это насмешка какая-то над устроением Божиим. Животное отдано человеку в работники, потом оно дано в пищу. И из этой пищи, которая потом, переварившись во что превращается, мы делаем в себе идола, кумира и молимся этому вместо Бога. Да неужели Бог не разгневается на человека за это? За этот грех, грех идолопокнулся. И этот же самый идол, этого же человека и кусает. Всякая тварь. Да, можно вставить? Да, можно вставить. Да. Вот есть у Сярахова, 17 глава, 4 стих. И вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами. То есть, перед человеками. Вы будете добавлять? Да. Да. Все. Изначально, да, страх есть. Я говорю, очень сложно найти бесстрашную собаку, которая кусала человека. Страх присутствует у собаки. Такую охранную собаку найти очень-очень тяжело. Это все искусственно делается, чтобы собака кусала человека. Вот я недавно ролик смотрел, Виталий Калиников снимал в лагерь, когда я показывал дрессировку, когда собака, моя же собака, меня в дресс-костюме кусает. И Игнатьич Тихонович за кадром так негодует. Нам раньше даже было дрессировщикам запрещено разговаривать. Нарушителю запрещено было фигуранту, чтобы собака думала, что это враг, которого нужно уничтожить. Я у человека, который учился, говорю, собака должна идти убивать. Я говорю, да, прям убивать, убивать, да, убивать. Ну и в СССР такая же дрессировка была. То есть, все, это враг, которому собака должна идти убивать. А страх, куда ты денешь у собаки перед человеком, он и заложен. Да, грехопадение произошло, да, собака может убить человека. Они убивают, и бродячие собаки нападают на человека, и волки убивают человека. Но собака это то животное, которое служит человеку. Волкодав, она собака, она волка убивает, защищая овец. А овцы это тоже человеку принадлежат, стадага. Пастушьи собаки. Как Господь все дивно устроил. И с грехом все поменялось, да. Чтобы показать рабство или служение именно этой твари человеку, Господь разделил животных на домашних и зверей полевых, а также на... Глава начинает... С притчи о Дисоусе вообще... То есть он как бы... Сети девок. Да. Да, да. Раньше их Господь запрещал вкушать. но в Новом Завете разрешено все вкушать христианину, но это не должно соблазнять других. В России у нас ввели закон, запрещающий употреблять в пищу собачатину, если вы не знаете. Все это протолкнули ветеринарные кланы, наживающиеся на этом, ты не имеешь права сам убивать, ты ветеринара заплатил, он тебе усыпит. Все деньги, деньги, серебролюбие. Ну и изготовители вот этих вот дешевых сухих кормов, все это протолкнули эти все законы, им это очень выгодно, когда этих тварей очень-очень-очень много будет на земле. Люди все равно их будут кормить, жалко же тварюшек-то. Сереж, но с другой стороны не каждый сможет взять пса и убить даже своего, даже лекарство подобрать какое-то, чтобы его засыпить. Это надо все равно кому-то идти, не... Ну ты сам попробуй, я больше чем уверен, что ты не подберешь это лекарство сам даже, будучи там каким-то ты кинологом. А тем более твой любимый пес, поэтому, ну я считаю, ничего такого нету, что ты так вздыхаешь об этом? Пускай кто-то будет займется. Я вздыхаю, человек не имея денег на наркоз, он просто выбросит это животное за ненадобностью, понимаешь? Раз его запрещают самому убивать, его будут преследовать за это. Ну, запрещено котят убивать, все закон, я не буду, я его выброшу и все, и она будет дальше там. А дальше под колесами автомобиля они будут подыхать там или... Хулиганы их будут камнями кидать, все равно их будут истреблять. Вот я про что. Закон бездумный. Сергей, умейте быстро переходить на текст. Ой, чья бы, как говорится. Римлянам 8, 22-23. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа. И мы в себе стинаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Читали эти слова? Даже забыли. С собаками занялись. Что я тут? Этими словами толкование побуждает слушателя презирать настоящее. Читали, да? Римлянам 8, 24-25. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Вопрос. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Поскольку говорил о будущих предметах, которым многие не верили, то внушает. Не сомневайся ты, верующий, относительно того, что я говорю. На основании того, что ты уже получил, будь уверен и относительно будущего. Как прежде, когда Бог даровал тебе великие блага, ты ничего не принес, кроме одной веры. Так и теперь в надежде на будущее и благо воспользуйся верой же. Ибо надежда тогда именно и бывает надеждой, когда предмет ее составляет невидимое. Ибо если кто видит, то чему и надеяться? Итак, не должно искать всего здесь. Мы ожидаем в терпении будущего. Когда слышишь о терпении, то подразумевая мысль о подвигах и усиленных трудах. Ибо христианин должен терпеть, ожидая невидимого, но чаемого веры. Вопросы по прочитанному. Вот это местописание нужно приводить сектантам, которые считают, что они уже спасены. Они уже на облаках сидят ножками, дрыгают, уже все. В надежде. А это толкователь нам растолковывает. Чем надежда отличается от «мы надеемся». Сережа, когда они начинают все вместе прославлять Господа в песнопениях своих, там человек несколько сот, то ты совсем по-другому тогда скажешь. Чего они ножками дрыгают, зачем ты так? Они просто думают, что спасены. Блин, ну когда ты находишься в такой плотной, тесном общении, дружественном, это очень похоже, что ты спасаешься. Очень. У нас вот мы сегодня поем вдвоем с Евгением, а все остальные не поют. Раз взываю, второй раз. Сестры, ну пожалуйста, припев хотя бы пойте, ну восхваляйте Господа. Кто о чем болтает, там кто-то там, кто-то там. Никого. Всех нужно призывать. А у них никого не надо призывать, они знают, они хвалят Господа. Как и написано в псалмах и песнопениях, прославляйте Господа вашего. Так что, ну немножко как посерьезнее отнесись, не надо болтать на небе с артами и так далее. Но так-то, да, так они, конечно, сектанты. Я говорю-то из своего личного опыта благовестия сектанту, который мне приводил место, вот я его хочу сейчас открыть. Он на полном серьезе считает, что он спасенный, окончательно и бесповоротно. И вот он на небесах, по-моему. Там слово такое в Новом Завете есть. И он это место прям, все, мы уже на небесах, ты что, не веришь? Не, ну мы спасены, это понятно, там, они приводят это все. Я говорю, конечно, им похоже. Ты попробуй побывай у них на богослужении и вникни, кто они такие. Своего противника нужно понять. Вот он напротив тебя противник. Он, даже более того, они враги Христа. Спасение. Но надо знать, кто они. И они неплохое делают. Мы пользуемся их этими песенниками. Мы их песенниками пользуемся. И мало что иеретического находится. А спсиний-то много всего. Вот перенять бы все это. И, глядишь, они бы с нами вместе прославляли Господа. А то мы простого не можем. Вот они вот это вот Ефесянам приводят. Которую он воздействовал, воскресив его, так, это... Это о Христе. Вот он, филиппийцам 3.20. Наше же жительство на небесах. Все, мы уже на небе. А вот то, что в надежде, уготованное вам на небесах, это вот он не берет уже. Ладно, не будем отвлекаться. Идем дальше. Римлянам 8.26. Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Толкование. Упомянув о терпении, ободряет слушателя и говорит, что и дух подкрепляет нас. Поэтому, не изнемогая в надежде и терпении, ты приносишь только надежду и терпение, а помогает тебе дух. Показывает, как помогает дух. Микрофон выключите, пожалуйста. Показывает, как помогает дух в немощах наших. Мы так немощны, что даже не знаем, о чем должно молиться. Все мы вообще так немощны, так немощен. И я, Павел. Ибо и Павел молился об избавлении от жала в плоть. 2 Коринфянам 12.8. И о том, чтобы прийти ему в Рим. И Моисей молился, чтобы видеть ему Палестину. Иеремия молился об Иудеях, не зная, что было необходимо. Так говорит теперь Павел, потому что всегда верующие римляне, подвергаясь гонениям и оскорблениям, естественно, желали покоя, и не получая его, впадали в уныние. И так он доказывает, что никто из людей не знает, чего полезно просить. Поэтому вы, должны теперь, должны терпеть. А что полезно вам, об этом знает один дух. Посему присовокупляет и ниже следующее. В древности Бог сообщал крестившимся многие и различные дарования, которые вообще назывались духом. Один имел дар пророчества, другой дар мудрости, иное другое какое-нибудь дарование. Так точно подавал Бог и дар молитвы, который также назывался духом. Поскольку, не зная многого полезного для нас, мы просим бесполезного, то в предшествующие времена дар молитвы не сходил на какого-нибудь одного, который просил и других научал просить полезного для всех. Итак, духом называют здесь дар этого рода и душу, получающую дар молитвы, ходатайствующую пред Богом и воздыхающую. Ибо такой духовный человек стоял с великим сокрушением и сильными воздыханиями. Теперь знамение этого видим в диаконе, который стоя приносит прилежные моления вместо народа. Кричать, знай ты, конечно, рев зебула по глазу. Сереж, ты там слово одно неправильно сказал, произнес. В первенствующие времена, не в предшествующие. В первенствующие написано. Виноват. Да, вот. В первенствующие времена, ну, смысл не особо поменялся. Ну, да, лучше, конечно, первенствующие. Имеется в виду, наверное, первые христиане, да, или что-то. Ну, да, конечно, это про христианство. Вот. И батюшка нам рассказывал, что книга там в каком-то, где-то он был в святых местах, путешествует же. И читал, люди просьбы своей Богу туда записывали. Вот. И пишут не духовное совершенно, земное. Редко. Не Богу, а Матронушке. Да, Матронушке просят. Если Богу, это нормально все. Вот. Да и в Бога земного-то не надо просить. Духовного надо просить. А все это приложится вам. Господь знает. И так, без вашей молитвы, что вам надо. Не надо прилипляться к вот этим богатству, там, к роскоши какой-то просить излишней. Ни к чему. Это нам не полезно. Сегодня читали горе богатому. Трудно богатому войти в царствие Божие. Написано, если попросите чего с молитвою. То есть, если там здоровье человек просит кому-то и так далее, это же и к Господу обращается. Не как вот к святым там Антипа там, если зубы болят там, или там Антилимону-Целителю и так далее. А конкретно к Господу обращение это, ну, такое, о здоровье чем-то или там благополучие или путешествие. Тут-то ничего нету. Другое дело, когда святых по ранжиру расставляют. Татьяна студентов молится, Варвара за ракетчиков молится и так далее. Ну, это, конечно, перекос. Нам-то святым не запрещено молиться, но здесь явный перекос. Я о своем исцелении молился исцелителю Пантелеймонову веря, что Ему дам Богом дар исцелять болезни по смерти его. И эта вера меня исцелила. Если бы такой веры не было, ничего бы и не было. Также я о сыне своем молился, веря в то, что постом и молитвой изгоняются бесы. И по этой вере мне Господь дал исцеление. Вернее, даже я против того, что болезнь называется. Безнование это безнование, а душевная болезнь это душевная болезнь. Но я разницы особо это не вижу. Раз душа болит, значит, ее бесы мучают. Или совесть мучает, что в принципе. Ну так-то, да? Бес, он может и рядом стоять, тебя мучить. Не обязательно вошел в человека. Так. Вопросов нет. То есть разобрались по молитве. Вот этот духовный человек, вот если был тогда в первоапостольское время, да и у нас бы, неплохо было бы. Давайте попросим, чего нам не хватает. У нас община. Каждый раз я молюсь и прошу, чтобы единомыслие. Не хватает нам единомыслия. В каких-то вопросах раз и по-разному каждый мыслит. Богу это угодно, да нет. Что у нас одна голова, одно тело, одни мысли. Подвязайтесь единодушно за веру евангельскую. Вот. И все. И пришел ко Христу человек. Как мне, что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную? Кто не хочет унаследовать? Да все мы хотим, конечно. Что Господь ответил? Как написано? Как читаешь? Не прелюбодействуй, не кради. Вот и... Можно еще тут добавить. Вот, теперь знамение этого видим в диаконе, который стоя приносит прилежные моления вместо народа. А мы читаем вот книгу Ниемии. И там в девятой главе написано, как весь народ собрался и три дня стоял в храме и слушал слово Божье и толкование и говорит, народ понимал прочитанное. Как может один человек прилежно, ну, я понимаю, прилежно, значит, он все понимает, о чем молится и так далее. То есть там, и как он может прилежно молиться за весь народ, еще и дальше-то народ-то должен получить какие-то благословения от этого прилежания. Вот эти иудеи получили благословения, они избавились от этих языческих жен, смогли их с детьми отправить в свои селения, где там какая была язычница это вместе с детьми. То есть оторвали корень самый, который человек не мыслит без семьи жизнь, тем более иудеи. у них это было прописано, можно сказать, в законе, что женщина должна родить. Почему и Богородице дали так называемого мужа Иосифа, старичка. То есть мне кажется тут тоже какой-то перекос. Весь народ должен прилежно молиться, а для этого не дьякон один должен стоять, а весь народ. И не так, как сегодня показывают, молится там патриарх, где-то огромное там помещение, храм этот. И кто во что одет. А все должны женщины быть одеты в платки, в длинные платья, юбки, мужчины должны быть с бородами и так далее. Вот это единый народ. А теперь, чтобы как бы как-то умаслить Господа, придумали такую должность какую-то дьякона, который прилежно молится за весь народ. Ты найди такого еще, хоть одного, кто прилежно молится. А как передать благословение каждому? Это получается как исповедь Иоанна Кронштадтского общая. Кто там исповедовался, а кто просто постонал немножко для виду. Вот так. Ну, даже православный фильм, вот притчи снимают в храме-то и видятся ему мысли людей, кто о чем думает, в храме стоят, молятся. И никто и не молится-то по-настоящему, все там думают, там, о чем угодно, только не молитвая. И одна девочка со слезами Господи, сделай так, чтобы папа мой бросил пить. И вот он священник, введение ему было, чтобы тут один ребенок во всем храме, полный храм народу, один только ребенок искренне молился, остальные мыслями бродили по заковолкам. так что, да, и хорошо, когда вот дух в человеке неизреченно молится Богу, это, конечно, он должен быть в каждом человеке, а не один там одного избрали, я тоже, как дух режет этот толкование. Почему, Сережа, написано, должны иметь общение друг с другом, общение друг с другом, мы должны быть все вместе, тебя что-то беспокоит, ты должен с братьями поговорить, но если там что-то дошло уже с батюшкой, есть старшие братья, наставники есть, как там, ну, выбирают люди, то есть, всегда можно беседовать, даже приехать куда-то можно, все на машинах, посмотри, как у нас это происходит, сколько у нас процентов от братья, допустим, и сестер общаются вот так тесно, а у нас община, все, у нас единодушно, единомысленно там, это когда батюшка приезжает, и исповедаться надо, тогда придут еще, а так сложно очень единодушие, единомыслие достигнуть, а оно должно быть, тогда и будет прилежное моление, как у этих иудеев, которые стояли там под дождем, говорят, три дня стоять и ночи, и слушать слово Божие, потому что больше нигде не услышишь, только тут написанное, и толкование еще прилагают, и это все, и понимал прочитанное, ясно, что от Господа слова были, значит, понимал народ, вот, то есть можно этого сделать, это сделать, а тут на занятия ходит, может, 15% от общины, печально, римлянам 8, 27, испытующий же сердца знает, какая мысль у духа, с большой буквы духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией, толкование, человек тот, говорит, стоит и молится не потому, будто Богу неизвестны наши нужды, испытующий сердца знает, какая мысль у духа, то есть у духовного человека, он просит вместо верующих, находящихся в церкви, ибо они святые, именно угодного, ибо они святые, именно угодного Богу, то есть этот духовный человек именно молится, что Богу угодно, а это бывает для того, чтобы мы научились просить по воле Божией, то есть угодного Богу, итак, если о нас ходатайствует дух, то не печалься оскорбляемый, вот на что хотелось бы обратить ваше внимание, просить по воле Божией, я по милости Божией начитываю книги Игната Тихоновича открытым оком, и вот там один файл 3 часа 30 минут, если не ошибаюсь, называется КГБ фонотека, КГБ изъяло фонотеку, и там письмо матери декабриста Рылееву, когда она просила у Бога, у Ангела вернее, чтобы ее воля исполнилась, очень рекомендую, я когда начитывал, я не сдержал слез, плакал, вот, вкратце расскажу, у нее, по-моему, два ребенка было, и два погибли, родился третий, и тоже у нее кашель, коклюш, оба погибли, умерли ребенки, умерли дети, четверо, четверо во владенчестве умерли, четверо, прошу прощения, да, четверо даже, даже четверо, да, ну, хоть и двое, то есть, можно уже, мать, понять, вот, и она молится, чтобы Господь его оставил в живых, и у нее, и она молится, и он уже задыхается, и она засыпает, и видит сон, что приходит ангел, и говорит, что смирись, вот, воля, что все, пятый тоже будет Богом забранный, она нет, я хочу, чтобы Бог его оставил, говорит, давай я тебе покажу, что будет с ним дальше, вот, и ты тогда смиришься, и с волей Божией, что он не выживет, умрет в болезни, и все показать, но если ты скажешь нет, то тогда так все и произойдет, вот, и он показывает ей комнату, и она во сне видит ребенка своего уже в зрелом возрасте повешенным, удавленным в петле, вот, ангел ей все показал, но он ее предупредил, что если ты воспротивишься воле Божьей, то так оно и произойдет, и она просыпается, и видит ребенка этого, а она ангелу перечит, нет, нет, пусть живой, пусть живой, все, хоть что-то будет, мне не важно, я хочу, чтобы он был живой, да, ты точно подумал, да, да, все, открывается комната, и потом, и она потом пишет это письмо уже, что она в своем видении пишет уже, когда сына ее казнили, вот, то есть, он был революционер, конечно, душа в ад пошла, вот, лучше было бы, чтобы Господь этого младенца забрал, до того, как он накуролесил, вот эти вот, сколько людей он поповел, сколько крови пролилось благодаря его, вот этим, воззваниям революционным, ну, интересно, вот, поэтому, вот, в нас дух, когда молится, не нужно молиться, вот, именно, просить своей воли, нужно всегда добавлять, да, будет воля твоя, вот, тогда это христианский дух, а, когда на своем настаивать, на своей воле, я хочу, не, не нужно это, не нужно у Бога требовать, нужно Бога просить, умолять, но, да, будет воля твоя, потому что Бог знает, что для нас лучше, а дальше мы будем читать, что верующему все содействует ко благу, что бы там ни произошло, какие бы катаклизмы, все это ко благу, вот, сейчас мы будем читать, римлянам 8, 28, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, толкование, сказанное прежде, именно, тварь покорилась в суете, стих 20, также, освобождена будет от рабства тлению, стих 21, еще, мы не знаем, о чем молиться, стих 26, все это, как заметили мы, служило, для преследуемых в Риме ободрения, но теперь, присовокупляемое, яснее всего, любящим Бога, говорит, все, даже, кажущееся неприятным и прискорбным, содействует ко благу, не сказал, что любящим Бога не приключаются никакие беды, но, хотя и приключаются, однако, Бог употребляет бедствия к пользе подвергающихся он им, потом, так как это казалось невероятным, подтверждает это прошедшим, говоря, призванным по его изволению, Бог, говорит, призвал тебя, когда ты был вдали и усвоил тебя себе, не тем ли паче поможет он призванному, а званым становится человек по произволению, то есть, и по собственному его произволению, ибо одного звания недостаточно, потому что в таком случае все спаслись бы, потому что все призваны, а нужно еще произволение, понятно, о чем речь, вот, то есть, Бог-то нас избрать-то избрал, благодать призывающая, мы слышали все, проповедана будет Евангелие всей твари, и тогда придет конец, где-то когда-то вспоминайте нашу прошлую греховную жизнь, кто-то говорил, там, либо бабушка, либо это, и мы все это мимо ушей пропускали, то есть, нас призывали, благодать призывающая касалась нас, но благодать обращающая, когда человек обращается от грехов своих, обращается к Господу, идет совершенно противоположном направлении, это случается позже, и не со всеми случается, то есть, нужна еще и воля человека, то есть, откликнуться на этот призыв Божий, вот, только тогда уже любящие Бога, вот, им уже все содействует ко благу, вот, к примеру, взять болезнь, да еще и рак, сколько сейчас людей умирает, но вот мне эта болезнь содействовала ко благу, я испугался, я воззвал к Богу, я пообещал Богу, что если я останусь жить, я буду Ему служить, и Бог, видя мое искреннее обещание, в дальнейшем, вначале-то я пообещал и солгал Богу, потом каялся, Господь опять меня наслал опять эту же болезнь уже после операции, то есть помогла операция, вот, дважды Он меня миловал, а потом я в Писании уже прочитал, что Господь говорит, я устал миловать, когда я испугался, принял, что спасение души это дело серьезное, нужно подходить к нему очень серьезно, вот, это мне содействовало ко благу, то есть, поэтому, когда ваши родственники начинают болеть, неверующие, знайте, что это может содействовать ко благу, и не спешите молиться об его исцелении и выздоровлении, молитесь о его обращении, вспоминайте вот мой случай, грешнику здоровья не нужно, ему нужна болезнь, дабы он обратился и покаялся, болезнь смиряет гордыню, тем более болезнь какая-то подучая, типа рака, вот, здесь вот уже гордыня эта вся схлынувает. Начинаешь думать, неужели все и конец и лопух на могиле и дальше ничего нет. Мирские люди даже этого не боятся, они начинают деньги кидать на все и на колдунов, и на целителей, суешь им Евангелие, почитайте, Богу уверуйте, зачем нам твои книжки, у нас сейчас такая беда, вот и все. Да, меня мама моя тоже, я когда болел, тоже водила к колдунам, и потом, когда она уже уверовала, я говорю, мама, ты вот покаялась в этом грехе, а что здесь такого, я мать, я желала ребенку исцеления, что здесь греховного, я говорю, колдунам нельзя ходить, надо было к Богу обращаться, а не к колдуну, а что здесь такого, то есть ее не вмещается, я желала ребенку, так же, как она там мать, вот эта рельефа, обращалась, да будет воля моя, я хочу, чтобы ребенок жил, то есть требует у Бога, от Бога, да лучше, чтобы он сейчас умер, душа его в рай пойдет, нет, он, я, все, все, вот, это вот животное, любовь, вот, и недавно тоже читали, житие, опять из головы, прости господи, вылетело, когда мать уговаривает, Оль, напомни, дитя свое, быть мучеником за Христа, вот, наверное, дремрала, Сергей Павлович, тоже не помню, Климент Анкирский, да, в честь которого, которого наш лагерь-то назвал, как, вот, да, будь, Климент Анкирский, ну, паси Христос, Володенька, Римлянам 8, 29, 30, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил, толкование, Бог наперед знает достойные звания, потом предопределяет, и так, сначала предвидение, потом предопределение, под предопределением же, разумей, неизменную, благую волю Бога, так он наперед знал, что Павел достоин евангельского звания, и таким образом предопределил, то есть неизменно определил, и потому положил призвать его, о ком он наперед знает, что достойны звания, тех делает подобными образу сына своего, чем был единородный по естеству, тем они стали по благодати, сделавшись и сами сынами Божьими, а первородный он между многими братьями, по домостроительству и по божественности, он есть единородный, ибо по божественности он есть единородный, он, восприняв плоть, а Христе речи идет, соединил ею всю и всецело со всем естеством своим, стал начатком нашим, осветив в себе осужденное наше естество, и потому достойно есть первородный, а мы именуемся братьями его, а кого призвал, тех и оправдал, освободив от грехов и саделов, праведными через баню возрождения, а кого оправдал, тех и прославил, удостоив их усыновления и дав им прочие дары. Вот такое толкование. У меня почему-то здесь слух резонуло, что подобными образу сына своего, не сыну, а образу сына. Кто может тут растолковать, почему именно слово образ здесь? Мы-то созданы по образу и подобию Божию, а тут подобными образу. Почему-то просто, наверное, человеки, а он сын Божий и человеческий, видите как, так, наверное. Брат, можно? Да. Читаем в книге Бытия, что Господь создал человека по образу и подобию своему, а потом написано, что Адам родил уже по своему подобию человека, то есть греховному. А здесь есть подобный образ сына своего. То есть Господь нас в образ свой вводит, чтобы мы уже были святы, непорочны. Ну, это понятно, что по образу сына своего, он так бы написал бы, переводчик бы перевел, тем предопределил быть подобными, ну да, образу сына своего, тут не скажешь подобными сыну своему. Тут не понял бы читатель тогда, да? Видишь, сына своего, но есть большой буквы, имеется в виду Иисус Христос, здесь понятно, что... Ну вот. Ну дальше, да, Бугу. Вопрос. Подобие. А, святость и непорочность, это же подобие, а не образ. Правильно я понимаю? Да, един Господь, един свят. То есть мы подобно Его, как бы... Господь нас отворил по образу и подобию. Чем образ от подобия отличается? Образ вердимо видимый, а подобие невидимое. То есть мы подобно Богу можем быть добрыми, а по образу мы-то таком, с бородами там... Ну это мужчина, образ Божий, а вот женщина, как она? Бог же не женщина, но она же тоже... А она не создана по образу и подобию Божию. Она взята из ребра Адама, как... То есть она и подобна Богу, и сонаследница нам. Я... Меня удивляюсь, что даже был собор и все, вот они разбирали, долго разбирали там... Есть ли у женщины душа? Ну надо же! Ну как нет души у женщин? А вот такой вопрос. Они сомневались в этом, и там один процент там голосов перевесил, и приняли. Хорошо, будем считать, что у женщины душа есть. Потому что очень много мест в Писании говорит, что все через жену мы умираем, что в жене столько зла, столько лукавства. И апостол Павел-то говорит, что жена-то будет в подчинении. Почему? Потому что Ева согрешила. Ну вот, а при чем тут Ева? У меня муж пьяница, у меня там Тумаси, что я ему буду... Тумаков мне, за что я ему буду подчиняться? Да пошел он. Ну вот, при чем тут Ева? Мужчина спасенная, женщина помилованная. Не помню, где сказано. Подскажите, кто помнит. Брат, тут надо еще раз толкование прочитать, а тогда поймешь смысл этих слов. В Библии нету такого. То, что сейчас кто-то сказал. Такого в Библии нету. Ну это и святых отцов сестра взяла. Я, кстати, тоже не читал, что муж спасенная, а женщина помилована. Так и муж помилована как? Без помилования нет спасения. Первая Коринфянам, одиннадцатая глава, там конкретно написано все. И муж без жены, не жена без мужа, а все в Господе. Да, ну вот коли об образе так говорилось, то есть мы созданы по образу Божию, и Бога-то у нас, хотя и запрещено в православии рисовать, как написано ветхие днями, то есть не ветхая, а ветхие, то есть в мужском роде всегда. А вот это некоторые там в общество там феминистов или кого-то там рисуют Бога там и в виде женщины, и вообще там бесполого. Ангелы, да, принято, что они бесполые, то есть они и у католиков, когда спрашивают, а почему вы бреетесь, а мы как ангела, подобные ангелы, ангелы же бесполые, ну вот как ангелы, хорошая отмазка-то что, и не подкопаешься. Так ведите себя как ангелы, не пейте, не ешьте, не женитесь, не выходите за мужем. Сергей, толкование еще раз прочитай, там увидишь, в чем заключается образ, вот на эти места писания. Еще раз читаем. Бог наперед знает достойных звания, потом предопределяет. Сначала, и так, сначала предведение, потом предопределение. Ну, я не буду второй раз читать, уже прочитали, в принципе-то мне понятно, уже, или на что здесь конкретно. Ну вот, о ком он наперед знает, то есть Господь, что достойны звания тех, делает подобными образу сына своего. то есть, чем единородные по естеству, тем они стали по благодати, сделавшись и сами сынами Божьими. То есть, Христос, он одного рода с Богом, он единородный, то есть, он, а мы уже по образу, то есть, Христос-то, он как бы, первородный, то есть, дальше-то, что он первенец из мертвых, а мы ему братья, поэтому и по образу, мы уже Христа сделаны. Понятно. Прости Христос, брат. Во всяком случае, мне не знаю, как другим. Да, начало восьмого уже. Да, да, благодарю, я хотел сказать, что, пожалуйста, вопросы, занятие, час прошел, у нас сейчас принято вопросы задавать Игнату Тихоничу, милости просим. В чем образ Божий в человеке? Вы слышали? Виталий задал вопрос, в чем образ Божий в человеке? В каком месте? В разных местах разное значение имеет. Надо смотреть, какая фраза конкретно. Местописание нужно указывать. В книге потеряно подобие, а образ сохраняется всегда неповрежденным. А в чем подобие? Ну, сотворил человек свободным, бессмертным. Вот это качество свободы послужило к погибели. Лучше бы ее не было, говорят так. Подобие потеряно. Это вот, будьте святы, как я свят. Ну, никто не может быть таким святым, но вот так, как называют планка, поднята. Вот говорят образ. Образ это не... Совестница Соколова сейчас припоминают его знакомые. Раз... Овы из них говорят за... Инвергой. Нет. Хама, моя библия. Вот буква, как... Это первый канал, здравствуйте, в эфире пусть... Что там, картина какая-то? То есть, многозначимость... Слово. Еще сегодня активности-то нет никакой. Устали за день. Сколько у нас занятий было, собрания. Ездили к покойникам тут. Вы для них говорите, или для себя? Для себя. Сегодня, я говорю, устали уже. Большое собрание было, важные вопросы решали. Два занятия. Два занятия, по Слову Божию. Если вы только по Слову, никуда... Конечно, отдыхайте уже. Никто не решили. Никто не решили. А тут еще уехали по Койнису. Умерла сестра наша, Анна. Это же все на человеке сказывается. Поэтому то, что сейчас тут есть, какая активность, ну и достаточно этого. Никуда не надо выходить за рамки того, что нам дается. Услышал, что образ заключается, не вы и кони, только все знают. Это одно из значений слова. Думаешь, как, когда они грамотно были, как они это все могли узнавать? Они главное качество знали, и Господь указывал. Надо быть кроткий, смиренно, не противоречить, не дерзкий, не спорлив. Это внешнего. Могли обозглавить язык. Легко уступать другому, если это не сходит. Мы будем создавать атмосферу несполнящих. Скинул материал про Ричарда Вурмранда. В Румынии там был один пастор называют, проповедник. Не православный, конечно. И как он сколько терпел от властей, его сажали. А у меня были от него письма, я немного переписывался с ним. Очень много претерпел. И жена Сабина его тоже. Как они однажды милиционер, или как его назвать, там, жандарм. Угощали двум. Она делала добро всем. Тот, который сыновей лишил. И он не находил в себе покоя, плакал. Они так его приняли, приметили, что он встал на колени, и жизнь его изменилась. Вот так. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, все равно не понимаю его. Мне до смешного непонятно. И мне говорит, Осипов правильно сказал, не ходить в храм, не нужный Богу поклонения. Я говорю, ты его неправильно поняла. Осипов такое сказать не мог. И вот она со мной спорит. Как мне поступить? Мне ее оставить, пора спрощаться? Не будет ли это с моей стороны как будто я отступила или что? Или бросила ее? Ну, а ты можешь ее потянуть? Она сопротивляется. Это непростое дело. Человек парализованный. Его тащить надо. Его обмывать надо. Надо, чтобы пролежни образовались. А сегодня люди в пролежни. Готова ты на это? Или каждое слово тебе заход уже следующий тебе противопоказан. Вот это все надо видеть. Вот я сейчас только расходились мы на один час. Только только меня увидели, они еще ничего не сказали. И уже надпись, что я заблокирован все, чтобы я не имел доступа к ним. Повторяю, ни слова не сказали. А другой начал материться, первые слова. А дальше я крепко их поукорял. А потом разговор хороший получился. Хороший разговор. Вот я Виталий этому Вячеславу вышлю, все это. Десять у меня получилось за час десять роликов. Надо уметь расстаться. Это искусство. Видишь, еще уже нету. Сохранить то, что есть. Никак она не хочет не понимать ничего. Ей до смешного непонятно. Доступ у тебя есть? Слово Божье люди написали и все. Вот сколько я ей говорила, сколько я писала, она опять на прежний возвращается и все. Ну, так вот я ее прописываю. Она ничего не представлять не может. ляжешь на одре болезни, то вот тогда все вспомнишь. Никогда не спорь только. Продолжаем молиться, хорошо обращаться, если не богохудствует. Ваши Христос. Ну, да. Слава Господу. Еще. Два детей короли. После публикации первой части темы мощи вышел на связь в сейфбуке наш общий знакомый Спурасовский Виктор. Пришлось его после комментариев исключить из своих друзей. Вот так вот реакция была болезненная на мощи. Отхожу. Ну, что, там какой-то знакомый что-то? Он говорит, после темы, которую начитали мощи, на него вышел Виктор Скоротовский. Он оставил какой-то комментарий, ему пришлось его заблокировать. Кого? Виктора? Да, Виктора. Ну, все, все. Была реакция на тему мощи. На тему мощи. Ну, только делал мертвец человек мертвый не держит слова своего. Окружил человек себя другими людьми, чем у нас. Радуется злодейству, легко проглатывает неправду, духа развлечения у него нету совсем. Из баптиста пришел и крещения не принял. Он никто. Он не прежде, потому же остался. не надо, отойди, помолись. Чего ради он вышел про тебя? Он может сказать что-то? По слову Божию? Нет, конечно. Я даже не знаю, о чем речь идет, но скажу, что по слову Божию ничего сказать не может. Вот они пытаются супер православные святее Папы Римского показать себя. Только делов-то. Он уже столько на себя нагреб, что там его и не видать. Он ни в словах не воздержан, он такую муть гонит. Я его знаю, разговариваю, из баптистов и крещения не принимал, он так и остался баптистом. А тут показывает, он патриот такой. Потому что, видишь, на меня нападать и то, на то, что я говорю, это ничего не стоит. Его только одобрят за это. сдачу я дать ему никакой не дам. Он останется при своем пустом кошельке. А меня это никак не касается. Они трепещут от того, что я сказал. Все вопросы. И вот мы когда засчитывают, я тут говорю, вот это мне никогда попы не простят. Другое там я опять говорю, никогда. Я знаю, поскорее мне выставить материалы про мощь. Десятку скинь, потом еще десять. Но только так скидывать, как вот пройди сейчас по этому, где мы занимаемся, уйдешь, как выставляют. Вертикально одна за другой и крупно написано краткое содержание. Ни одного слова не добавлять. Ни меня там нигде нету. Гипотек сто если будет, а так никак. Никаких вступлений иных. посмотри которые ролики стоят более четко чем Сергей Павлович никто не правильно говорят все, но у него очень четко. Глава, стих, книга в такой-то теме находится. Отвечает. Ответишь, Сергей говорит, что я бы ничего не говорил на эту тему мощей. И они лежали спокойно спали. А так их потревожило это, потому что они не понимают ничего. Мощи резать. Пусть они где-то найдут, укажут хотя бы одно место в житиях святых или где-то что резать надо. Надо фаршировать буквально. Где? Нету нигде. Ни один святой не разрешал мощи резать. Что они это все скрывают-то? Притом подклятвое запрещали. Семена Столпника патриарх решил взять на память волосы там сколько-то бороды или чего-то и рука отсохла. Отсохло парализованное все. Они же скрывают все. Почему мощей нет Илариона, Макария Египетского их нет мощей. Они прятались, видели куда все зашло. Находили пещеру, камнем изнутри закладывали и там умирали. Слава Христу. Спокойно все переносите. Он говорит, сначала раз-два поскажи, а ты видишь, он еретика. Еретика после первого и второго раза отвращайся, зная, что такой грешит будущее самоосужден. Ну вот зачем бы писал он? Что заглох это все? Тогда Сергей распускай все уже. Помолимся. поистине достойно прославлять тебя Благородицу, всегда блаженную непорочную и Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувима и послави своей несравненно выше Серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слово и как истинную Благородицу мы тебя величаем. Пускай Володя помолится. Господь и Бог наш слава тебе. Погромче. Господи благодарим тебе за эту милость что ты являешь нам в этот сегодняшний вечер что собрал ты нас воедино здесь да услышать слова твои Господи живые и действенные да чтоб отложилось в наших сердцах нашим разум и на наших устах слово твое живое и действенное чтоб мы понесли эту благую весть которую нам Господи принес показав своей смертью распятием и воскресением из мертвых дай нам это дерзновение в проповеди Евангелия твоего помоги всем нашим братьям сестрам которые находятся по всему лицу земли укрепи их поддержи их сохрани их от всякого до зла и кто находится в гонении испытании в тюрьме заключение Господи подарай даже в терпении все перенести и быть готовыми быть тебе верными до конца этой земной жизни распусти нас Господи с миром тебе Господу Богу нашему за все хвала честь и поклонение отец и святой дух аминь 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 спаси христос аминь спаси христос аминь братья кто участвует в совместном учении стихов оставайтесь можно будет сегодня рассказать от меня простил меня этот ноутбук сломал это в ремонте то что у меня почему нету с вами да ладно конечно ты за третий пока мы идем по тем стихам которые ты знаешь наизусть и так я постараюсь потом ответ и и и и и и